Телекомпания Веневисион представляет Лилибет Марильо, Карлос Монтильо, Фабиола Кульминарес, Хорхе Аравена, Мариса Роман, Анна Карина Касанова, Хуан Карлос Гарсия В телесериале «Любовь сводит с ума» Сценарий Альберто Гомеса и Леонардо Падрона В телесериале снимались Ноэля Артиага, Энри Сотто, Беатрис Вальдес, Янис Чимарос, Роберто Ламарко, Гладис Ибарра, Таня Сарабио, Альберто Алильфа, Милена Сантандер, Чони Фуэнтес, Кармен Хулио Альварес, Лоли Санчес, Даниэла Баскопе, Карлос Вильямий Сар и другие Композиторы Пабло и Виктор Эскалона Операторы Элио Мачаде и Джонни Феблес Генеральный продюсер Мануэль Фрейс Грихальба Режиссер Сесар Болива Любовь сводит с ума Привет, ненаглядный. У меня для тебя хорошая новость. Да? Неужели такие новости ещё остались? Милый, пожалуйста, не будь таким пессимистом. Естественно, хорошие новости остались. Очень хорошие. Уверена, эта новость тебя обрадует. И что же это за новость? Только что у меня была Ракель. Подписала соглашение о разводе. Дорогой, наконец-то ты освободишься от этой женщины. Мама, как я рад тебя видеть. Думал, из больницы тебя ещё не скоро выпишут. Да нет, родной мой, я попросила, чтобы меня отпустили. Ну что ж, с возвращением домой. Нет, это не возвращение. Я пришла поговорить с тобой, мне сказали, что тебя нет дома, и я уже уходил. Где ты был? Встречался с Пиролитой и её бабушкой. Подожди, не спеши отчитывать меня за то, что я общаюсь с Пиролитой. Хочу тебе сообщить, что она уже не Пиролитая и не бездомная, как раньше. В её жизни произошли большие изменения. Объявилась её бабушка, родная бабушка, и она миллионерша. Представляешь? Дай мне полчаса, чтобы отдышаться. Это немыслимо, что? Я серьёзно, мам. И вообще она больше не Пиролита. Её Адриана зовут. Ты хочешь сказать, что блохастая больше не блохастая? Больше того, она наследница. Так это же меняет дело, Иван Ситу. Я разрешаю, дорогой, жениться на этой девице, когда тебе исполнится 18. Только сначала уточни, богаче её бабка или нет, родители Суси. Мама, неужели ты никогда не изменишься? Для тебя главная выгода? Так же нельзя. Иван, не ворчи. Я пришла поговорить с тобой и проститься. Проститься? Я подписала развод. Я дам развод Паблу, отпущу его на свободу. Подожди, а что же будет со мной? Куда ты поедешь? Чего ждать мне? Прошу. Благодарю. Спасибо, Пакита. Всего доброго. До свидания. Я попросила тебя проводить меня до дома, потому что хотела поговорить о Фернанде. Я искренне ей сочувствую. И хотя мы едва знакомы, сердце мне подсказывает, женщина, она хорошая и невиновна в этом преступлении. Целиком и полностью разделяю ваши чувства. Я тоже не так давно с ней знаком, но искренне верю в невиновность Фернанды. Я хочу ей помочь. Но что вы можете сделать? Чем ей поможете? Пока еще не знаю. Ну, я помогу Фернанде выйти из тюрьмы, куда ее несправедливо поместили. Вот увидишь. Я выхожу замуж за Пабло. Это почти свершившийся факт. Я стану его женой. Откуда такая уверенность? Ко мне приезжала безумная Ракеля и подписала соглашение о разводе. Неужели ты веришь, что она сдастся без боя и позволит тебе выйти замуж за красавчика Пабло? Да, дорогуша, в этом нет никаких сомнений. Как только Ракель подписала все бумаги, она тут же выбыла из игры. А мой ненаглядный мне уже сказал, что я стану матерью его сына. Ну, что ты будешь делать с этим мальчишкой? Как я понимаю, ты не испытываешь к нему ни малейшей симпатии. Он же сын твоей соперницы. Да, ты права. Лично мне этот ребенок и даром не нужен, но придется притворяться. А как только мы поженимся, я тут же приглашу няньку, сиделку, кого угодно, чтобы сбагрить его с рук. Я отправлюсь в кругосветное путешествие вместе с моим муженьком. Это будет медовый месяц. За это надо выпить. Ты все-таки добилась своего. За тебя, красотка, ты просто молодец. Пабло мой, он принадлежит только мне одной. Ваше здоровье пью за вас. Ты мне так и не ответишь, мама? Что с нами будет? Мы вдвоем вернемся на Арубу? Нет. Мы останемся в Каракасе, но вместе жить не будем. Я подыщу себе квартиру, а ты останешься в этом доме. Зачем? Нет, мама, я так не согласен. Я часто не одобряю твои поступки, но не хочу с тобой расставаться, мама. Я тебя люблю и хочу жить с тобой. Мой малыш, какой у меня славный мальчик. Я не заслужила твоей любви, Иван Ситу, хотя разговор сейчас не об этом. Понимаешь, Пабло человек добрый, он хочет стать твоим приемным отцом. Сам сказал мне об этом в больнице, и я считаю, что он самый подходящий и порядочный человек, который сможет правильно тебя воспитать. Не то, что я без царя в голове. Сама не знаю, чего хочу. Но ты понимаешь, ничего путного от меня ждать нельзя, мой родной. Так что ты останешься в этом доме, и все. А я подыщу себе новое пристанище. Мы будем созваниваться с тобой. Нет, мама, почему ты бросаешь меня? Ты что, меня не любишь? Я люблю тебя, милый. Но как тебе это объяснить? Как оказалось, материнского инстинкта, как такового, Бог мне не дал. Есть женщина, Иван Ситу, которым детей лучше не заводить, и я одна из них. Но не будем на этом заострять внимание. Самое главное, что здесь тебе будет хорошо. Ты останешься с Пабло, а я подыщу себе другое жилье. Плакать не будем, я просто уйду. Мы потом созвонимся, и ты мне все расскажешь. Нет, мама, постой одну минуту, подожди. Прежде чем ты уйдешь, я хочу, чтобы ты мне сказала. Роман Сантано на самом деле был моим отцом. Скажи правду. Нет. Он не был твоим отцом. Только не спрашивай, кто твой отец на самом деле. Я затрудняюсь с ответом. Пока. Еще увидимся. Ты слышала? Я не твой внук, я вообще не чей. Кое-что я слышала, Иван Ситу, но как бы там ни было, я остаюсь твоей бабушкой. Ты всегда будешь моим любимым внуком, дорогой. Подружка, я сейчас была во дворе и пришла за тобой. Сегодня такое ласковое солнце. Пойдем, позагораем, ляжем на землю, закроем глаза и представим, что мы на пляже. Ну-ка, соберись. Пошли. Нет, спасибо. Мне никуда не хочется идти. Ты наверняка опять об этом проходимце думаешь, да? Так сильно любить его. Столько бороться за нашу любовь. Ссориться из-за него со своей матерью. И для чего? Для чего? Для того, чтобы он потом женился. Во второй раз женился на другой. Подружка, не печалься. Ты на себя в зеркало давно не смотрела? Ты же красавица. Да за тобой мужики будут бегать толпами. Разве найдется мужчина, способный полюбить заключенную? Моя судьба доживать свой век за решеткой. Здесь. Подружка, Никогда не знаешь, чем тебя может жизнь удивить. Вот что я тебе на это скажу. Алло, Верхиния? Да, кто говорит? Арнальда Алисменди. Анна, как дела? Рада слышать тебя. Какая еще Анна? У тебя есть друзья травести? Да, детка, у меня все хорошо. Расскажи мне, как твой возлюбленный поживает? Нет, детка, мой муж, он у меня золото. Сейчас рядом со мной, одевается. Что? Твой муж? Нет, нет, не беспокойся, я перезвоню. Нет, ну что ты, детка, не выдумывай. Можно подумать, что мне приходится ему пуговицы на рубашке застегивать. Нет, детка, можешь спокойно говорить, когда мы сможем встретиться. А как же твой муж? Нет, детка, не волнуйся и не смущайся. Дался тебе мой муж, золотое мое. Ну, конечно. Давай что-нибудь придумаем завтра. Ты не возражаешь? Давай завтра. Завтра? Да, да, очень хорошо. Я позже тебе позвоню, и мы договоримся. Тогда до завтра. Не обмани меня, подруга. Передай своему мужу привет. Я рада, что ты позвонила. Спасибо. Целую. Пока. Я ее обожаю, она мне как родная сестра. Ты ее помнишь, Лоренцо? Помнишь? Разве я могу всех твоих подружек запомнить? Ты мое золото, моя любовь. Красавец мой. Иди себя хорошо. Конечно, любимый, как всегда. Я люблю тебя. Привет, Иван. Привет. Как дела? А у тебя все в порядке? Что делаешь в одиночестве? Да ничего, вообще-то ждал тебя, чтобы поговорить. Да? Я тоже хотел поговорить с тобой, не знаю. Ты уже слышала, что твоя мать подписала документы о разводе? Да, она приезжала сюда и сообщила мне об этом. А еще сказала, что съезжает. Точнее, съехала уже. Уже? Да. Так быстро? Да, взяла и съехала. И сказала, куда? Нет. Она пока сама не знает. Естественно, пообещала потом позвонить и дать адрес, куда прислать чемоданы с вещами. А еще она мне сказала, что ты... Что ты хотел бы меня усыновить. Это так? Все правильно. Если ты, конечно, не возражаешь, если тебе по душе эта идея, я бы с удовольствием тебя усыновил, чтобы стать в каком-то смысле наставником и отцом. Отцом? Да, отцом. Я только что узнал. Роман Сантано не был моим отцом. Она мне об этом сказала перед уходом. Но ты не должен из-за этого расстраиваться. Поверь, я хочу стать для тебя образцовым отцом. Спасибо, Пабло. Я на самом деле тебе благодарен за то, что ты меня любишь. Разрешаешь остаться здесь. Для меня большая честь быть твоим сыном, правда? Я буду гордиться таким сыном. И знаешь, наш дом ждут большие перемены. Как только будет оформлен развод с Ракель, я собираюсь жениться на Лисет. Мы заживем одной дружной семьей и будем счастливы. Именно об этом я и хотел с тобой поговорить. Как мужчина с мужчиной. В общем, хочу попросить тебя не жениться на этой адвокатше. То есть, как только ты будешь официально разведен с моей мамой, женись на Фернанди, хотя она и в тюрьме. Пабло, женись на моей тете Фернанди. Она любит тебя, я знаю. А я люблю ее. Только ее одну. Моим единственным предназначением в жизни стала любовь к Фернанди. Я любил ее, как никто, больше собственной жизни. Могу тебе рассказать, что когда вышел из тюрьмы, где несправедливо столько лет провел, первое, что я сделал, это приехал сюда. Я была в этот дом к ней, но ее не было. И тогда я отправился в поместь. Мне сказали, что она там. Это было настоящим потрясением для меня увидеть ее спустя столько лет. Сегодня я хочу признаться тебе, хотя ты этого и не услышишь, что все эти годы ты жил в моем сердце, Пабло Мартинес. Я тоскую по тебе. Тоскую так же сильно, как когда-то ненавидела. А я тоскую по тебе так же сильно, как когда-то любил. Такой была наша встреча. А после того, как увидел ее там, на реке, я понял, что она снова станет хозяйкой моей жизни. Проникнет в каждую клеточку моего тела, и что? Моя любовь к ней будет все сильней и сильней. И тогда я решил бросить вызов самой жизни, ну и самой жизни, которая с помощью лжи разлучила нас. Этот вызов означал борьбу. Борьбу со всеми и со всем, что мешает нашему счастью. Ты же знаешь, вся ее семья меня ненавидела. Вся ее семья проклинала мое имя, но, несмотря ни на что, я боролся за то, чтобы мы с ней были вместе. Пабло, но если ты так долго боролся, то почему решил капитулировать сейчас? Потому что все изменилось в далеком прошлом, Максимилиана и все остальные замалчивали правду о смерти Романа. Они сбили с толку полицию, судей, и я был объявлен виновным. Но это меня не волновало. Я знал, что когда выйду из тюрьмы, то смогу доказать свою невиновность. В глубине души, Иван, я хотел это сделать прежде всего ради Фернанды. Только это имело для меня значение, чтобы Фернандо убедилось в моей невиновности. Послушай, Пабло, ты не обладаешь эксклюзивным правом на невиновность. Ты был невиновным, но никто тебе не верил. Точно так же происходит сейчас и с моей тетей Фернандой. Я в этом просто уверен. Никто не верит в ее невиновность. Пойми, Пабло, ты не можешь приговорить ее к смерти, потому что если ты женишься на другое, а именно это ты и собираешься сделать, то приговоришь ее к смерти. Пабло, твоей тюрьмой стала Фернандо Сантана. Не позволяй, чтобы Пабло Мартинес стал ее тюрьмой, потому что твои сомнения и твоя женитьба на другой женщине несправедливо обрекают Фернандо на эту тюрьму. Фернандо Сантана. Здравствуйте. Здравствуйте. А мой... Арнальдо Арисменди дома? А кто его спрашивает? А кто была его дочерью? Сейчас позову. Синьор Арнальдо, пришла синьорита, говорит, что была вашей дочерью и... Уйди, Хосефа. Что тебе надо? Пришла поговорить о твоей дочери. Точнее, об одной из твоих дочерей. О Росауре. Кто бы мог подумать, что все этим кончится на Анну Луиса. Пабло разводится с Ракель, чтобы жениться на Лисет и забрать себе моего сына. Такова жизнь, девочка моя. С этим приходится мириться. Даже любовь проходит, как у вас, Пабло. А жизнь? Жизнь продолжается. Какая жизнь? Неужели ты на самом деле думаешь, что в тюрьме есть жизнь? Но ты должна найти в себе силы ради сына, моя родная, и продолжать жить. Его у меня уже отняли, Нана Луиса. Забрали моего маленького принца. Теперь он живет с Пабло. А когда тот женится на Лисет, будет жить с ней. Эта женщина присвоит себе моего Паблиту. Нет, моя родная, нет, не говори так. Да я даже слышать не желаю про эту Пабирушку. Из чего ты сделан? Как ты можешь называть родную дочь Пабирушкой? Родную дочь, ты сказала? Что у тебя за дурацкие шутки такие, Анна Мария? Как ты могла подумать, что эта заморажка моя родная дочь? Не смей от нее отказываться. Когда вы с мамой только что поженились, ты в доме своей жены соблазнил несчастную девушку. Ее звали Пастор Эрнандес. Это неправда. Неправда. Но знаешь, что самое печальное? То, что ты это отрицаешь. Отрицаю, потому что это ложь. Потому что это убогая Пастора-мошенница. Понятное дело, она пытается меня прессинговать, чтобы вытянуть деньги, прибегнув к старой, как мир, истории о незаконно рожденном ребенке. У меня много друзей, которые попались на эту удочку, но со мной этот номер не пройдет. Я заявлю на нее, как на мошенницу. Вот как. Только этому оговору уже 20 лет. Этот оговор думает, чувствует, страдает. И вот, что я тебе скажу. Поезжай к своей дочери и признай ее, нравится тебе или нет, но в ней течет твоя кровь. Какая еще кровь? В этой заморажке течет лишь одна кровь ее матери, обыкновенной горничной. Настоящий мужчина никогда не откажется от своего ребенка. Если тебе не нужны были проблемы, если ты не хотел брать на себя ответственность, тебе стоило сначала подумать, прежде чем тайком пробираться в комнату к этой горничной. А сейчас уже поздно. Сейчас это развлечение, это ошибочка обернулась последствием. Да, да, слушай, хватит с меня, замолчи. Кто ты такая, чтобы так разговаривать со мной? Ты должна меня уважать. Нет, мне тебя не за что уважать. Ты не вызываешь у меня уважения. Более того, ты ни у кого не вызываешь уважения. Я сожалею, что всю свою жизнь любила тебя, восхищалась тобой. Эта любовь и это восхищение были напрасными, потому что единственное, чего ты заслуживаешь, так это забвение, чтобы никогда тебя не вспоминать. Что ты хочешь этим сказать? Ты бы предпочла вырасти с мыслью о том, что твой отец Пабло Мартинес? Да, я горжусь этим. Для меня честь быть его дочерью. И я Бога благодарю за то, что ты оказался мне чужим человеком, потому что кроме стыда других чувств во мне, ты не вызываешь. Смотрите, Фернандо, я принес яблоки, груши, мандарины. Мне сказали, что они очень сладкие. Мэмо, да если эти фрукты раздать, их хватит на всех заключенных. Что значит раздать? Слушайте, предлагаю вам потрясающий бизнес. Откройте в своей камере фруктовую лавку, сами заработаете, и мне будете проценты отчислять. Мэмо, только ты способен рассмешить меня. Так я же этого и добиваюсь. Хочу видеть вас веселой, а то сидите в своей камере, вся из себя потерянная. Мне приятно видеть вас счастливой. Разве можно быть счастливым за решеткой, мэмо? Оставьте свой пессимизм. Надежда умирает последней. У вас есть спасательный круг, любовь к Павлу. Она должна придавать вам силы, чтобы выжить здесь. Он меня любит, а женится на Лисет. Постойте, это вы о чем? Пабло собирается жениться на адвокатше? Вот именно. Она была здесь. Это как понимать? Мой друг Пабло должно быть сдвинулся по фазе? С чего это ему жениться на адвокатше, если Пабло боготворит вас? Значит, прошла любовь? Нет, я в это не верю. Ладно, сменим тему. Я хочу видеть, как вы улыбаетесь. Хотел вам рассказать, что познакомился со своей малышкой. Представляете, я переоделся в клоуна и с воздушными шарами пришел к ним домой. Говорю, привет, я Мемин. Она славная. Красавица. В Анну-Марию пошла? Да. Никогда больше не смей повторять, что предпочитаешь мне этого убийцу. Нет, не волнуйся. Я вообще больше тебе ничего не скажу. И знаешь почему? Потому что последний раз разговариваю с тобой. Ни единого слова ты от меня больше не услышишь. Отлично, очень хорошо, я рад. Это раньше мне приходилось терпеть твои выходки, а сейчас какой смысл? Раньше ты была моей дочерью. А теперь уходи. уходи. Давай, на выход. Забирай свою дочь, Пабло Мартинес, если хочешь. Мне до нее никакого дела больше нет. Надоело. Слушай, крестник, у тебя такая физиономия, словно ты пропустил гол. Я предложил тебе пивка, чтобы поднять настроение. Да нет, крестник, мне настроение даже подъемный кран не поднимет. Братан. Дружище, да что с тобой, Пабло, у тебя не жизнь, а сплошные заморочки. Моему сыну нужна будет мать. О чем ты, плейбой? Не перекладывай с больной головы на здоровое, Пабло. Да в мире тьма тьмущая женщина, одиноких вдов, матерей с кучей детишек. И они спокойно их одни воспитывают. А ты хочешь сказать, что будешь не в силах сам воспитать своего пацана? Поздуши, Пабло. Я знаю, что он не должен вмешиваться в твою жизнь. Ты уже взрослый, сам знаешь, что тебе делать. Но я поддерживаю Мэмо. Не губи свою жизнь, не создавай лишних проблем. Женить бы на этой адвокатессе. Ты уж как-нибудь рассуди так, чтобы не затрагивать интересы Фернанды. Но она женщина серьезная. Не то, что это безумная Ракель. Да, но твоя женитьба на Ракель, по крайней мере, имела смысл, Пабло. С ее помощью ты смог проникнуть в особняк семейства Сантана. И, надо сказать, все, что ты задумал, тебе удалось. Ты хотел быть поближе к своему злейшему врагу, этой, как ее, ну как же, Максимилиане. Да, Максимилиане. Твой план сработал, ты смог ее разорить, выставить на улицу, больше того, засадить в тюрьму. Слушай, Пабло, дружище, не морочь, сам себе голову. Ты кого по-настоящему любишь? Фернанду или нет? 20 лет, проведенных в тюрьме, ты хранил эту любовь. И что же теперь, братан? Ты решил выбросить полотенце? Неужели Арнальду оказался таким подлецом, что посмел тебя ударить? Ощечина – это мелочь, тетя. Мне было совсем не больно. Гораздо сильнее меня поразила низость Арнальду Арисменди, отсутствие любви к родной дочери. Что он за человек, если ему плевать на меня, плевать на переживания Рассауры? Арнальду никого не любит. Вот в чем дело, Анна-Мария. Он всегда был хамом, самоуверенным мачо. А я так сильно его любила, тетя. Так им восхищалась. Но поверь, что сейчас начинаю ненавидеть всей душой этого человека, которого всю свою жизнь считала родным отцом. Спасибо, что приняла приглашение поужинать со мной. Для меня высокая честь ужинать с такой красивой дамой. Ты же не рассердился за то, что я опоздала? Да нет, конечно. Мне кажется, что тебя я бы мог ждать целую жизнь. Какой же ты обманщик. Ты привык обманывать всех подряд или специализируешься на замужних дамах, таких, как я? Разве не заметно, что я совершенно не умею лгать? Если честно и откровенно, то нет. Но меня приводит в восторг сама идея, что ты готов ждать меня всю жизнь. Да? Это приятно. Я рад, потому что сказал это от чистого сердца. Это правда, что Пабло Мартинес женится над другой? Кто тебе сказал? Невероятно, в этой тюрьме заключенные друг друга не знают, но зато все, что происходит в жизни каждой из нас, известно абсолютно всем. Да, мама. Это правда. Пабло разводится с Ракель, чтобы жениться на адвокатесе, которая меня защищала. Ну, наконец-то, этот мерзавец исчезнет из твоей жизни. Неужели, Пабло, и в самом деле мерзавец? А почему? Потому что защищался от тебя, потому что сам восстановил справедливость? Мама. Ты меня поражаешь, Фернандо. Это уж слишком. 20 лет ты беззаветно любишь человека, которого считала погибшим. Потом поломала ради него свою налаженную жизнь. И теперь, когда тебя посадили, он женится на другой, а ты ты еще и защищаешь его? Фернандо, я правда не понимаю этого. Я не хочу говорить о Пабло, мама. Пожалуйста, мучайся, Фернандо. Мне доставляет удовольствие твои страдания. Сколько раз я тебя предупреждала, сколько раз убеждала, советовала держаться подальше от Пабло Мартинеса. И вот чем все закончилось. Я была права, Фернандо. Я была права. Пабло Мартинес променял тебя на другую. Этой мрази, в отличие от тебя, чужд, дух самопожертвования. Но я очень рада, что вы расстались. Расстались. Так и должно было быть с самого начала. Арнальдо, мне пора идти, я уже должна быть дома. У меня ко всему еще и голова кружится. Как так рано? Не забывай, я замужняя женщина. Серьезно. А ты знаешь, что лучшее изобретение человечества это развод? Послушай, а кто тебе сказал, что я хочу развестись? Неважно, нет проблем. Если не хочешь разводиться, не разводись, но это еще не означает, что ты должна отказать себе в моих поцелуях. Ты уверен, что она здесь, Эскобар? Мне так доложили, мой полковник. Поехали ко мне на квартиру. Ну, давай же, забудь. На одну ночь про своего мужа. Останься со мной. Нет, не могу, не получится. Пойми, мой муж военный, у него ужасный характер. Да какая разница, мне все равно. Послушай меня. Надо же, какое совпадение. Мы говорим о военных, и в ресторане сразу два военных появилось. Нет, только не это. Послушай, это мой муж. Видишь, вон того полковника, а рядом с ним лейтенант. Он нас убьет. Не пожалеет. У него жуткий характер. Плюс черный пояс по карате и дзюдо. Он настоящий зверь, чудовище. Я представляю, что он дерется, как Шварценеггер. Уходим отсюда. Да, да. Вот ты-то мне и нужна, шлюха. Абеус мне советует не торопиться, женить бы. И правильно делает. Твой крестный к тебе очень привязан. Да. Иван и Мэмо мне советуют то же самое. А я могу дать тебе совет. Разумеется, Аманда. Зачем спрашивать об этом? Я тоже советую тебе не жениться на этой женщине. Но моему сыну будет нужна мать. Точно так же, как и Ивану, если Ракель решит оставить его со мной. Ему нужна будет наставница. Я смогу стать наставницей для Ивана. А что касается Паблито, ты сможешь воспитать его один. Тем более, что я буду рядом. Зачем жениться на женщине, которую ты не любишь? Если ты действительно хочешь найти приемную мать для своего сына, подожди, пока не полюбишь кого-то. Я никогда не смогу полюбить Аманда. Никогда. Я хотел застать тебя с любовником. Нет, нет. Минуточку, Лоренцо. В чем дело? Я требую уважения. И ты еще претендуешь на уважение, когда сама не уважаешь меня? Я не уважаю тебя? Да ты что? Что у тебя в голове творится? В том, что я ужинаю здесь с этим сеньором, нет ничего плохого. Он один из моих клиентов, между нами ничего нет. Ты ошибаешься? Это ты ошибаешься. Две недели назад за тобой была установлена слежка, и ты уже несколько раз встречалась с этим типом. Ты установил за мной слежку? Неужели ты забыл, что я сама детектив? А ты убирайся отсюда, негодяй. Эй, эй, капитан, осторожно, в чем дело? Я тебе не капитан, а полковник. Да, конечно. Лоренцо, пожалуйста, отпусти его. Как ты не понимаешь, он же мой клиент. Сеньор Арис Мэнди разыскивает свою жену. Вот уже три недели, как от нее, ни слуху, ни духу. Он не знает, жива она или нет. Отвечай мне, это правда? Да, да, разумеется. Я ночами не сплю после того, как жена исчезла. Поверьте, для меня это ужасный удар. Лоренцо, отпусти его, не позорь меня. Как бы там ни было, но я запрещаю тебе приближаться к моей жене. Я понял, понял. Если тебе нужен детектив, подащи себе другого. Убирайся отсюда, скотина. Да, да, конечно. Сеньора Гутеррес, было очень приятно, и спасибо за все, не беспокойтесь. Я найду свою жену другим путем. Ну что ж, капитан полковник. Да, да, конечно, извините. Вот что, Лоренцо, этого я тебе не прощу. Из-за тебя я потеряла своего лучшего клиента. Поверь, прощения не будет. Послушай меня внимательно, Верхиния. Я очень надеюсь, что он на самом деле твой клиент. Моя жена не будет наставлять мне рога. Если ты мне не верна, то я убью и тебя, и его. Ты слышишь меня? Отпусти меня. Пабло. Ты с ней? Ты сейчас с Лисет? Фернандо, даже женившись на Лисет, я никогда не смогу ее полюбить. Главное дело моей жизни это любовь к тебе. Это моя фраза. А я воришка. Я ее у тебя украла. Вот как. А что еще ты у меня украла? Очень давно я украла твое сердце. И не собираешься его возвращать? Нет. Синьор Мартинес, ваше сердце останется со мной навсегда. Навсегда? А тебе не кажется, что это слишком большой срок? Нет, наоборот. Мне кажется, он слишком маленький. Мне хотелось бы владеть вашим сердцем и вашей любовью целую вечность. я твой на вечном. И. 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 Музыка Фернанда 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 А ты что здесь делаешь? Меня выставили из особняка. Я не знала, куда податься, и решила попросить тебя приютить меня на время, пока я не решу, что делать со своей поломанной жизнью. Ясно. Нет проблем, можешь жить здесь сколько захочешь. Я вообще считаю, что ты зажилась в особняке. Имею в виду ваше с Эмилио шоу, я бы уже давно тебя выгнал. Поместил в психушку, предварительно, как минимум, семь смирительных рубашек надев. Подожди. Не скрываю, это мне пришла бесподобная идея украсть ребенка, но потом Эмилио угораздило устроить это ужасное шоу. У него крыша поехала. А сейчас какие планы вы нашуешь? Никаких. С планами у меня напряженка. Пабло был моей единственной и последней любовью. Да ты что, неужели Ракелита практически... Побеждена? Да. Отчасти да, отчасти нет. А какая часть относится к да, какая к нет? Для меня нет лишь одно. Я ни одной женщине не позволю прибрать к рукам Пабло. Слава Богу, Фернанде он не достанется. Ей еще 25 лет сидеть в тюрьме. Бедняжка Алисет. Ну что ж, я сорву ей свадьбу. Я ее не допущу. Да ну, и как же? Бесподобная Ракелита этого не допустит. Понимаешь, голубчик, я обладаю смертельным оружием, способным не допустить этот брак. И я им непременно воспользуюсь. Фильм озвучен компанией Зонвижн. Фильм озвучен компанией Зонвижн. 來到 Ракелила До tweeted. Фильм озвучен sickness. Фильм озвучен спасет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok